Духовная жизнь – влияние исламской культуры Существенные изменения в это время происходили и в сфере духовного бытия народа Израиля. По мнению современных специалистов, исторически длительное проживание иудеев в окружении исламских народов и в условиях взаимовлияния двух культур привело к таким фундаментальным изменениям, которые имели своим конечным результатом возникновение нового типа еврея. Умело используя внутреннюю автономию, еврейские общины повсюду продолжали по возможности сохранять свой традиционный образ жизни. Хотя география еврейского рассеяния значительно расширилась, связи, учитывая, что все еврейские общины входили в одно государство, между ними не только не ослабли, но наоборот стали более тесными. Как никогда раньше, сохранению единства, разбросанной по всему миру еврейской нации, чрезвычайно способствовал Талмуд. Центром духовной жизни иудеев по-прежнему оставалась Вавилония с ее талмудическими академиями. Как отмечал Бартольд в качестве средоточия еврейской учености, ни один из городов того времени, ни Византия, ни империя Карла Великого, не могла бы сравниться с просветительскими центрами на берегу Ефрата, Сурой и Пумбедитом. В этой связи уместно упомянуть о весьма своеобразной литературе того периода, сложившейся на основе так называемых «респонсов», письменных ответов и наставлений глав академий Гаонов местным общинам по поводу практического применения основополагающих установлений Торы и Талмуда в изменившихся условиях. Респонсы были, по существу, продолжением многовековой традиции толкователей, экзигетов, библейских текстов, и играли роль одного из компонентов, духовно объединявших народ Израиля на очередном этапе его исторического развития. Со временем, приблизительно в конце IX века, упомянутые академии Иссуры и Пумбедиты были переведены в столицу аббасидского халифата Багдад, расположенный на левом берегу реки Тигр, в 34 километрах от бывшей столицы мира Вавилона. Еще раньше этот город был выбран как место постоянного пребывания эксиларха и его окружения. Быстро увеличивалась еврейская община Багдада. По свидетельству Беньямина из Туделлы, в середине XII века там проживало до 40 тысяч евреев, насчитывалось 28 синагог и 10 иешив. Здесь работали выдающиеся еврейские религиозные деятели, поэты, ученые. XII век, начало XIII – это время наивысшего духовного расцвета Багдадской, Вавилоно-Персидской общины, когда авторитет ее лидеров признавался даже в таких отдаленных местах еврейской диаспоры, как Киевская Русь. Среди крупнейших и авторитетнейших деятелей религии и науки рассматриваемой эпохи, в первую очередь следует назвать Рабби Саадию Гаона – 892-942 года. Он родился в Египте и там же получил начальное образование. Много путешествовал по Палестине и Вавилонии. Знакомился с трудами многих известных ученых-богословов. В 922 году стал главой Пумбидитской академии, а со временем – общепризнанным лидером вавилонского еврейства. Вошел в историю как основоположник еврейской рационалистической философии. Много сделал в области развития грамматики и лексикографии еврита. В последние годы деятельность Рабби Саадии совпала с началом распада арабского халифата на ряд самостоятельных исламских государств. По аналогии с Багдадом, в них тоже были созданы органы еврейской автономии и региональные центры, которые со временем достигли такого высокого уровня культуры, что смогли успешно соперничать с Вавилонией как духовным центром мирового еврейства. Это прежде всего касается еврейских общин мусульманской Испании – Кордовский халифат 929-1031 года. Среди имен великих деятелей этого региона одним из первых следует назвать Шмуэля Ханагида 993-1056 или 1057 года. Он прославился не только как крупный ученый, знаток, галахи и талантливый поэт, но и как искусный военачальник и государственные деятели. Первый визирь Гранатского Эмирата. Выдающимся поэтом и философом был также и Ихуда Галеви приблизительно 1070-1141 года, которого считают корифеем средневековой еврейской поэзии. Здесь же, в мусульманской Испании, в Кордове, в 1135 году, родился величайший мыслитель средневекового еврейства Моисей Маймонит, Маше бен Маймон. Зрелые годы жизни и деятельности этого человека прошли в Египте, где он был придворным врачом халифа и главой египетской общины евреев. Умер Маймонит в 1204 году. Его главное произведение «Мишна Тора» – «Вторая Тора или повторение закона» – состоит из 14 частей. Цель этого фундаментального сочинения по замыслу автора состояла в том, чтобы в доступной форме донести основополагающие идеи иудаизма до каждого еврея, учитывая, что его ментальность изменилась под влиянием новой среды. «Мишна Тора» считается одним из самых крупных сочинений такого жанра в истории иудейской религии, а ее автора потомки назвали вторым Моисеем. Маймонит известен также под именем «Рамбам», аббревиатура от «Раббену Маше бен Маймон». В нееврейском мире Маймонит известен своими философскими трудами, выдержанными в духе религиозного рационализма. В отличие от «Мишны Торы», написанной на еврите, эта часть научного наследия великого философа-богослова писалась преимущественно на арабском языке. И здесь мы непосредственно подходим к освящению одного из главных моментов, характеризующих жизнь еврейского народа, изучаемой эпохи. В современной исторической науке считается общепризнанным факт мощного исламского влияния на еврейскую культуру. Следует признать, что влияние это по-разному сказалось на различных социальных слоях еврейского населения и на разных компонентах его культуры. Темпы процесса адаптации еврейского народа к новому арабо-исламскому окружению во многом зависели и от географического фактора, региона проживания и этнического окружения, в котором оказалась та или иная иудейская община. Наиболее наглядно влияние арабо-исламского мира на евреев проявилось по утверждению ведущих исследователей, таких как Бен Саунди Нур, Бен Сасон, Аврахам Галкин, Сесиль Рот и других, в том, что почти повсюду в пределах халифата, евреи носили арабские имена, говорили между собой по-арабски, в интеллектуальной жизни придерживались мусульманской моды и норм, пользовались арабским языком в литературе и считали Европу к северу от Пиренеев оплотом варварства. Так Сесиль Рот описал процесс арабизации евреев в мусульманской Испании, но это в равной степени может быть отнесено к евреям, живущим и в других исламских странах. Арабский язык стал для евреев не только повседневным разговорным, но и литературным языком, на котором писали свои сочинения еврейские ученые и философы, некоторые поэты и писатели. Этот язык так широко вошел в обиход, что стал все чаще использоваться даже при обсуждении богословских вопросов. Великий Исаадия Гаон перевел на арабский язык Библию, Танах, и составил на этом же языке комментарии к ней. И хотя Маймонит, Ихуда, Халеви и многие другие знаменитые евреи той эпохи публично выражали сожаление, что отдают предпочтение служанке, то есть арабскому языку, перед госпожой, ивритом, но процесс был уже необратим. Очевидно, все сферы творческой деятельности были уже настолько арабизированы, что все знаменитые еврейские авторы продолжали создавать свои книги преимущественно на арабском языке. Вместе с тем необходимо оговориться, что родные языки евреев, иврит и арамейский, все же не были до конца вытеснены из религиозной литературы, продолжая оставаться традиционными языками Торы и Талмуда. Более того, часто арабские слова писали с евреями ряда регионов квадратными буквами ивритского письма, а их арабский язык со временем приобрел специфические черты, приведшие в конечном итоге к возникновению еврейско-арабских диалектов. Этноразделительные процессы в новых условиях Расширение халифата за счет вхождения в него все новых и новых исламизированных этносов постепенно приводило к утрате арабо-исламским мирам культурной однородности. Это особенно ярко стало проявляться после распада гигантской исламской империи на ряд самостоятельных государств, в которых возникали собственные центры культуры, складывались свои обычаи и традиции. Все это, естественно, происходило в рамках общей мусульманской религии. Но к тому времени сам ислам уже раскололся на множество течений, сект и подсект, каждая из которых утверждала, что именно она единственная сохраняет верность пророку Мухаммаду. Кроме того, особенности социально-психологических и культурных традиций, сложившиеся у разных народов в предшествующий доисламский период, наложили региональный отпечаток на процессы их исланизации. И поэтому исламские народы уже тогда заметно отличались друг от друга. Эти же обстоятельства способствовали ускорению процессов взаимного обособления и еврейских общин, о чем мы подробно говорили в книге первой. При этом жители каждого из региональных очагов еврейской жизни адаптировались, естественно, к своим местным исламским условиям. Вот что, к примеру, писал один из духовных еврейских лидеров на рубеже IX-X веков. «Мы рассеяны по всем четырем сторонам света, и в каждой стране свои наряды, свои порядки и свои украшения. Поэтому все то, что делают люди в этом месте, можно делать и евреям, живущим среди них». К сказанному следует добавить еще несколько немаловажных наблюдений. Во-первых, были случаи, когда сами правители самостоятельных исламских государств были заинтересованы по разным причинам в ослаблении связей своих евреев с иудеями в Вавилонии, Багдада. Правители пытались создавать у себя собственные независимые еврейские центры культуры и органы еврейского самоуправления. Так, к примеру, испанские халифы, принадлежавшие к династии Амиядов, всячески содействовали изоляции евреев своей страны от евреев Вавилонии, которая входила в состав владений халифов из враждебной им династии Аббасидов. Халифы из династии Фатимидов, под властью которых находились Египет и Палестина, в XI веке сумели полностью отделить своих евреев от вавилонского руководства диаспоры, создав на месте религиозные академии и автономное управление, главу которого называли Нагид, в противовес эксиларху. Со своей стороны лидеры региональных еврейских общин тоже давно уже тяготились зависимостью от эксиларха и особенно от гаонов вавилонских академий. В IX-X веках почти в каждом из более или менее крупных еврейских центров диаспоры появились свои центры по изучению Талмуда. И противостояние центрального и местных религиозных лидеров выражалось в ожесточенной полемике, часто сопровождалось тяжелыми конфликтами и приводило даже к прямым расколам. Самым крупным расколом в иудаизме того периода явилось образование караинской секты, члены которой провозгласили себя розами между шипов. Ее создателем считается Анан Бендавид, провозгласивший еще во второй половине VIII века основополагающие идеи нового учения. Главная идея выразилась в резком отрицании Талмуда и вообще раввинистических толкований еврейских законов и традиций. Признавался только авторитет Библии – Танаха. Каждый истинный еврей, согласно Бендавиду, должен стараться сам, без посредников, рабонитов, постичь глубинную мудрость Торы и по велению совести и собственному пониманию комментировать для себя ее предписания. Первоначально новый подход к иудаизму имел успех, и идеи Бендавида стали быстро распространяться в Вавилонии, где они и оформились в более или менее стройные доктрины, а также в Палестине, Египте и Испании. Число приверженцев караимской секты вскоре уже исчислялось десятками тысяч. Ими стали в первую очередь люди, которым раввинистические толкования священного писания казались чрезвычайно сложными для понимания. Однако сторонники Талмуда, перегруппировавшись, прекратили муссировать свои богословские разногласия и достигнутое, пусть и временное единство, помогло им сплотиться и нанести караимским лидерам ряд серьезных идейных поражений. Первый такой удар был сделан упоминавшимся выше Саадией Гаоном. Вскоре стало очевидно, что подавляющая часть мирового еврейства придерживается толмудической традиции. И в дальнейшем караимское движение быстро пошло на убыль, а его приверженцы образовали одну из самых замкнутых еврейских общин мира. Но до сих пор далеко не все ортодоксальные еврейские круги считают ее истинной частью народа Израиля. В первые века исламского господства активизировались и мессианские движения. Но о них уместно будет поговорить в следующей главе, поскольку самая крупная, с Абуисой Аль Исфахани во главе, имеет определенное отношение к евреям Центральной Азии. Распад огромной арабо-мусульманской империи в XI-XII веках сопровождался бесконечными междоусобными войнами, что, конечно же, отрицательно сказывалось на общем положении евреев в исламском мире. Эти и некоторые другие неблагоприятные для их жизни факторы способствовали оттоку части еврейского населения в Западную Европу. Отдельные еврейские общины появились там еще в эпоху Римской империи, в IX-X веках в Италии, Германии и некоторых других государствах наблюдалась заметная концентрация евреев. Однако только XI век считается началом выхода на историческую арену западноевропейского еврейства как самостоятельной части народа Израиля. А в период между XIII и XIV веков, в связи с общим упадком исламского мира, главные центры еврейской духовно-религиозной жизни стали постепенно перемещаться в Европу. Движение евреев с Востока на Запад имело чрезвычайно важные исторические последствия. Именно западное еврейство, связанное с европейской цивилизацией, становится со временем лидером международного еврейства. Но это произойдет позднее. А пока там, в Европе, растет количество центров по изучению Талмуда, появляются свои выдающиеся религиозные деятели, такие, например, как Раби Шламой Цхак, Франция XI век, известны также под именем Раши. Европейское еврейство приобретало свое собственное лицо. Был в то время на карте мира еще один нетрадиционный островок иудаизма – Хазарский Каганат. Но об этом царстве поговорим в следующей главе, так как в его границы входила и часть центральной азиатской территории – Хорезм. Таким образом, в рассмотренный нами раннеисламский период, восьмой – начало XIII веков, значительно расширяется география еврейской диаспоры. Единство духовной и интеллектуальной жизни мирового еврейства при отсутствии политической и территориальной целостности и вопреки определенным внешним влияниям обеспечивалось всеобщим и обязательным следованием предписаниям Торы и Талмуда. Каждый иудей, независимо от общинно-территориальной принадлежности, верил в неизбежное возвращение своего народа в Эрец-Исраэль. Эта надежда придавала евреям силы в мрачные годы унижения и гонений. В заключении следует подчеркнуть, что история евреев в период исламского господства чрезвычайно богата важными событиями в политической, социально-экономической и духовно-религиозной жизни. Однако мы рассматривали лишь те аспекты этой истории, которые имеют прямое либо косвенное отношение к истории евреев Центральной Азии. Им как раз и посвящается следующая глава. Субтитры создавал DimaTorzok Глава вторая. Евреи Центральной Азии под властью халифата и местных династий. Истории культуры евреев Центральной Азии на протяжении VI века до н.э., VII века н.э. развивались в рамках и под сильным воздействием иранской цивилизации. Это было обусловлено тем, что Центральноазиатский регион в течение почти всего этого периода целиком или частично входил в состав трех последовательно сменявших друг друга великих иранских империй. На протяжении следующего тысячелетия движение Центральноазиатских евреев на путях истории проходило в рамках и под влиянием уже исламской цивилизации. Их историческая судьба теснейшим образом переплеталась с историческими судьбами исламизированных народов Центральной Азии. Сложилось так, что этот регион по существу был органической частью мусульманского мира, являясь его северо-восточной окраиной. Подъемы и спады экономической жизни, расцвет культуры и ее постепенное увядание, жестокие междоусобные войны и религиозные распри, которые сопровождали развитие исламской цивилизации, соответствующим образом сказывались и на положении евреев региона. Особенности исторического развития и культуры исламских народов Центральной Азии сказались на формировании облика и образа жизни иудеев, проживавших здесь. Это обстоятельство, в свою очередь, способствовало постепенному обособлению евреев Центральной Азии от их вавилоны персидских соплеменников и созданию самобытной этнолингвистической общности. Поэтому изложение вышеобозначенной темы уместно начать с общей характеристики и выявление особенностей исторического развития Центральной Азии в ранний исламский период. Главное внимание при этом уделим тем моментам, которые помогут полнее понять особенности формирования бухарско-еврейского субэтноса. Центральная Азия – восточная окраина исламского мира. Арабское завоевание. После крушения в середине VII века гигантской персидской империи Сасанидов значительная часть доумудариинской территории Центральной Азии – Сисаксане, включая долины рек, Мургаб – современный Туркменистан и Герерут – северный Афганистан автоматически оказалась под властью халифата. Город Мерв арабы превратили в базу для расширения своей экспансии по двум направлениям. В сторону земель, расположенных в замудариинской части Центральной Азии, названной арабами Маверанахром, и в сторону Тахаристана – Казни, Кабула и далее к Индии. С назначением в 706 году наместником Харассана арабского полководца Кутейбы ибн Муслима началось планомерное завоевание Маверанахра. В течение последующего 10-15 летия арабам удалось установить господство в регионе, включив в зоны своего влияния важнейшие центры – Бухару, Самарканд, Пайкент, Хорезм, Фергану, Чач, Ташкент. Административным центром вновь образованного наместничества арабы сделали город Мерв. Процесс исламизации коренного населения сопровождался тотальным уничтожением культурных ценностей предшествующих поколений, повсеместным насильственным внедрением арабского языка и образа жизни, жестоким подавлением любых антиарабских выступлений. В рабство уводились сотни тысяч людей, города и населенные пункты разорялись и безжалостно разрушались. Экономике региона был нанесен серьезный ущерб. Вместе с тем, с точки зрения исторической перспективы, акт вынужденного вхождения Центральной Азии в состав арабского халифата в конечном итоге кардинально изменил весь облик региона, разноплеменного и разналикого в социально-экономическом и религиозно-этническом планах. После некоторой стабилизации общей ситуации здесь, как и в других покоренных арабами странах, начался стремительный подъем экономики и расцвет культуры, конечно же, в рамках ранней исламской цивилизации. Важно заметить, что именно тогда Центрально-Азиатские народы выдвинули из своей среды немало выдающихся политиков, ученых, деятелей, религии, литературы, искусства. Возникшие в Центральной Азии после распада Арабской империи мощные государственные образования создавались на базе и по типу халифата, и постепенная консолидация Центрально-Азиатских этносов способствовала образованию постхалифатский период двух наиболее крупных в регионе народов – узбекского и таджикского, бок о бок, с которыми бухарские евреи жили и ныне живут на протяжении многих и многих столетий. Государство Саманидов Формирование таджикского языка Забони, Фарси и Дари Государство Саманидов, положившее начало правлению местных династий, основал выходец из Балха Саман-Худати, правитель селения Саман, расположенного в этой области. Наибольшего могущества государство Саманидов достигло при Исмаиле Самани в 892-907 годы. Это была территория, объединившая Маверанахр, Харасан, обширные северо-восточные области Ирана и Афганистана. В вассальной зависимости от Саманидов находились и несколько соседних государств. Главными городами страны были Самарканд, Нишапур, Мерв, Ургенч, Герат, Балх, Кабул, Газни. Столицей новой центрально-азиатской державы была объявлена Бухара, а местом проживания Харасанского наместника – Нишапур, современный Иран. Централизованный аппарат управления, поддерживаемый сильной и хорошо обученной армией, способствовал наведению порядка, поддерживал спокойствие в регионе и этим во многом содействовал экономическому подъему и расцвету культуры в государстве Саманидов. Исламские средневековые источники отмечают, например, что в этот период наблюдался заметный рост площадей орошаемого земледелия, достигнутый за счет восстановления разрушенных и строительства новых ирригационных систем. При этом главные площади отводились под посевы зерновых культур – пшениц, ячменя, риса и хлопка, который в те времена считался одной из ведущих сельскохозяйственных культур в Центральной Азии. Города располагались в зеленом кольце из цветущих садов, виноградников, огородов. Средневековый автор Аль Истахри, 9 век, описывая долину Заравшана, восторгался ее плодородием, особенно он был поражен сплошным ковром зелени, покрывавшим землю бухары. В хозяйствах степных и горных районов активно развивалось пастбищное скотоводство. Одновременно наблюдался быстрый рост ремесленного производства и заметный прогресс в развитии техники ремесел. В номенклатуре Центрально-Азиатских ремесленных изделий видное место занимали прославившиеся предметы из стекла и керамики. Местные мастера стеклодовы прекрасно владели искусством изготовления тонкостенной посуды. Об успехах керамического производства, поставлявшего на рынок самые разнообразные изделия, от крупных хумов для хранения припасов до мелких чашек и игрушечных тарелок, свидетельствуют обнаруженные археологами предметы домашнего быта. С тех пор, как халиф Харун-ар-Рашид с 786-809 годы издал распоряжение о том, что следует писать только на бумаге, производство папируса и пергамента было вытеснено изготовлением знаменитой самаркандской бумаги. Не менее славились в исламском мире и за его пределами среднеазиатские ткани, полотняные, шелковые, типа парчи и, конечно же, хлопчатобумажные, которые в значительных количествах вывозились в страны Передней Азии. Большим спросом на внутреннем и международном рынках пользовались изготавливаемые местными ремесленниками мыло, медная посуда и медные котлы, мечи, ножи, иголки, ножницы и т.д. Стремительно развивалась внутренняя и международная торговля, причем возросли не только ее интенсивность и масштабы, но значительно разнообразился ассортимент. На рынках в большом количестве появились товары, необходимые простому люду, в основном это были изделия местных кустарей. Международная торговля по-прежнему шла по главным маршрутам Великого Шелкового Пути, караванные дороги которого проходили, как упоминалось, через Мерв, Самарканд, Бухару, Нишапур и Балх. Более подробно вопросы торгово-денежного обращения, номенклатуры предметов торговли и т.п. будут рассмотрены несколько ниже в разделе «Участие евреев в Центральной Азии в экономической жизни региона». Здесь же уместно остановиться на характеристики центрально-азиатских городов, где компактными группами проживали иудейские общины. Это было время становления нового типа города как центра ремесленного производства и торгового предпринимательства. При вращении старых городов города нового типа шло двумя путями, и этот процесс наглядно можно проследить, сравнив историю становления новых Бухары и Самарканда. Традиционный город Среднего Востока до исламского периода состоял из трех частей – арк, крепость и шахристан – ядро. Обнесенные массивной стеной составляли главную часть города. Здесь находились административные здания, дворцы верховных правителей и дома элиты. В Рабаде, предместе, за стеной города располагались бедные средние слои торгово-ремесленного людо со своими мастерскими, лавками, складами и тому подобное. В Самаркандии и Мервии становление города нового типа означало постепенное отмирание шахристана и перемещение центра городской жизни в Рабад, территория которого расширялась и обустраивалась великолепными дворцами знати, добротными домами богатых купцов и ремесленников. В Бухареже, наоборот, становление города нового типа шло за счет кардинального развития именно шахристана, в котором жизнь никогда не прерывалась. Умирание шахристана здесь выражалось в полной реорганизации жизни в нем, в постепенном превращении в важнейшую часть нового феодального города. Со временем Бухара этот древнейший город Маверанахра настолько разрослась, что в 849-850 годах ее, включая и Рабады, пришлось заново обнести стеной, имевшей 11 ворот. Значительную площадь в центральной части города занимали базары, на территории которых в те времена было сосредоточено также и ремесленное производство. Ремесленник Устат и его ученики Шагирды работали в отдельном помещении Дукан, а весь базар состоял из целой сети рядов роста, каждый из которых объединял торговцев и ремесленников по их специализации. Кроме того, ремесленные кварталы, махала с домашними мастерскими были расположены и в других, вне базара частях города. На территории Центральной Азии, кроме названных, было еще несколько десятков других городов. Однако, независимо от того, какими путями шло их становление, все они были весьма сходны друг с другом по топографической структуре, облику улиц и рынков, по типу построек. При Саманидах Бухара превратилась в блистательную столицу обширного исламского государства. Здесь, на площади Регистан к западу от Бухарского арка, был выстроен величественный Эмирский дворец. Недалеко от него в нескольких правительственных зданиях расположились 10 государственных ведомств, централизованно управлявших страной – диваны. В этой же части города, в роскошных домах проживали приближенные Эмира, высшие чиновники, крупные военачальники и так далее. Столица Саманицкого государства одновременно выступала в качестве одного из крупнейших богословских и культурных центров восточной части исламского мира. Уже в те времена за Бухарой закрепилось название «Купол Ислама». Еще в 712-713 годах Кутейба ибн Муслим на месте языческого храма в качестве дара жителям города, принявшим ислам, построил в Бухаре роскошную соборную мечеть «Мастджиди Джума» – «Пятничная мечеть». При Саманидах здесь были воздвигнуты еще несколько крупных мечетей и мавзолеев и открыты ряд духовных школ – медресси. Все это свидетельствовало о силе и влиянии мусульманского духовенства в государстве. При дворце Эмира имелась одна из богатейших на всем мусульманском Востоке библиотек. Здесь жили и творили прославленный поэт Востока Абу Джахар Рудаки, великий ученый-энциклопедист Абу Али ибн Сина Авиценна, знаменитый историк Абу Бакр Наршахи, выдающийся философ Абу Нарс Фараби, широко известный в исламском мире ученый-поэт Абул Хасан Шахид Балхи и много других деятелей науки и литературы, которые все вместе составляли ту культурную среду, что прославила священную Бухару – Бухараи Шариф на весь мир. Заканчивая краткую характеристику эпохи самонидов, необходимо обратить внимание еще на одно чрезвычайно важное обстоятельство. Именно в этот период завершается в целом процесс образования таджикского народа, бок о бок с которым евреи Центральной Азии, как уже отмечалось, прожили многие века, разделяя его историческую судьбу и находясь под воздействием его культуры. Забони Фарси и Дари или Забони Парси и Дари, что одно и то же, язык вновь сформировавшегося таджикского этноса, лег в основу языка бухарских евреев, известного ныне как Бухари. На рубеже X-XI веков самонидская держава, ослабленная внутренними распрями, пала, не выдержав экспансии соседних кочевых племен. На ее развальнах образовались три новых государства – Караханидов и Харизмшахов на территории Маверанахра и Газневидов в Харасане. Субтитры создавал DimaTorzok Государство Караханидов По справедливому утверждению узбекского академика Аскарова, падение самонидского государства в конце X века и приход к власти династии Караханидов нельзя рассматривать только как формальную смену династии. Глубокие изменения, произошедшие тогда в Центральной Азии, охватили все стороны политической и социальной жизни. Прежде всего с приходом к власти Караханидов большинство жителей Маверанахра составило тюркоязычное население. И с этого времени все интенсивнее формируется узбекский народ, складываются его материальная и духовная культура, антропологический тип. Одновременно под властью Караханидов утверждается территориальная целостность. Происходит политическая консолидация на базе местного и пришлого социально-экономического и политического потенциала. За время почти столетнего правления династии здесь появилась основа для формирования современных узбекского, казахского, киргизского и туркменского языков. И не случайно, что именно тогда Махмуд Кашгарский завершил свой знаменитый труд по истории, культуре и языку тюркских народов, известный под названием «Дивонулу-Гатитюрк». Этот труд и сочинение «Хикмат в премудрость» Ахмада Ясави, видного деятеля в суфизма, религиозно-философское течение в исламе, по существу положили начало узбекской литературе. В Бухаре, Самарканде и других городах, расположенных по маршруту Шелкового пути, росли ремесленное производство и торговля, воздвигались новые архитектурные сооружения. Например, именно тогда в Бухаре был построен минарет «Колян» высотой 60 метров, сохранившийся до наших дней. С конца XI века и в течение всего XII под ударами тюрков, сельджоков, а затем каракитаев, караханиды постепенно исчезают с исторической арены. В 1211 году Харизмшах Алла-Аддин Мухаммад II в 1200-1220 годы положил конец караханидской династии, казнил ее последних представителей. Возвышение государства Харизмшахов В начале VIII века Харизм был завоеван арабами и включен в состав харассанской провинции Халифата, хотя в Кяти, столице Южного Харизма, вассальными правителями остались Харизмшахи. Накануне и в начальный период арабского вторжения внутри правящей династии Харизмшахов афригидов происходят расколы и идет открытая борьба за престол. После долгих перипетий Хурзаду, брату, правящего харизмшаха Чагана, удается взять борозды правления в свои руки. Любопытно отметить, что религиозно-идеологическим знаменем сторонников претендента на шахский престол Хурзада стал иудаизм, хотя и в несколько своеобразной форме. Подробно об этом феномене речь пойдет. В одном из следующих разделов данной главы сейчас же мы продолжим рассказ о некоторых общих событиях из истории Харизмшахов. С приходом к власти самонидов Харизм находился в вассальной зависимости от Бухары. После падения династии он оказался в составе государства Газневидов. А еще через 30 лет, в 1043 году, Харизм попал под власть тюрков-сельджуков. Но несмотря на отсутствие политической независимости, торгово-экономическое значение Харизма на Среднем Востоке быстро росло. Город Гурганч, расположенный на левобережье Амудрии и на перекрестке важнейших торговых путей, в начале XI века превращается в крупнейший центр ремесел и торговли в регионе. И, соответственно, возрастает его политическое значение. В 1097 году один из сельджукских султанов назначает некоего Мухаммада, сына верно служившего ему бывшего раба Агуза, Ануштегина, правителем Харизма. И начинается стремительный рост Харизма, возглавляемого представителями новой династии – Ануштегинидов. К началу XIII века Харизм, обладая сильнейшей на всем мусульманском Востоке армии, целиком подчинил себе Центральную Азию, включая Харасан, Южный Казахстан, Западный Иран, Афганистан и даже часть Индии до берегов реки Инд. Созданная таким образом огромная феодальная империя завоевала соответствующий авторитет на международном арене. Велико было, к примеру, влияние Харизмшахов в соседнем Хазарском Каганате и даже в Восточной Европе, включая Киевскую Русь. Столица новой империи – Гурганш превратилась в один из самых красивых и благоустроенных городов тогдашнего Востока. Здесь в разное время работали многие выдающиеся деятели науки, искусства и литературы. Однако процветание Харизма было недолгим. В 1219 году в страну вторглись орды Чингисхана и подвергли ее жестокому разгрому и опустошению. КОНЕЦ СУЛТАНАТ ГАЗНЕВИДОВ За 200 лет до падения Харизма параллельно с государством Карахамидов в левобережной части Центральной Азии процветало государство Газневидов в X-XII веках, одно из самых могущественных на Среднем Востоке. Его основателем был бывший саманицкий полководец Алп Тигин, сумевший создать небольшое самостоятельное владение с центром в городе Газни – современный Афганистан. Наибольшего могущества Газневиды достигли в период правления Махмуда Газневи 998-1030 годы, которого считают одним из крупнейших полководцев того времени. Границы султаната в конце его царствования включали современные территории Афганистана, часть северо-западной Индии, ряд областей Ирана и всю левобережную часть Центральной Азии, включая Харезм. Город Газни, украшенный великолепными архитектурными сооружениями, мечетями, дворцами, медреси, превратился в знаменитую столицу султаната и в один из крупнейших культурно-религиозных центров исламского мира. Махмуд Газневи сумел собрать при своем дворе множество выдающихся ученых, поэтов, историков, летописцев, врачей. Среди них следует назвать великого харизмийца Абу Райхана Ал Беруни, 973-1051 годы, который 30 лет прожил в Газни. Его перу принадлежат десятки серьезнейших трудов по философии, астрономии, географии, астрологии, этнографии. В Газни жили и творили также другие известные ученые, хотя масштаб их личности и вклада в историю мировой науки был меньшим, чем Беруни, но не назвать их было бы некорректно. Это, к примеру, Абул Фазла Бихаки, историк эпохи Газневида, вписавший свои сочинения на Азабоне, Фарси и Дарей. В середине XI века войско одного из племенных объединений тюрков-агузов, известных в литературе как тюрки-сельджуки по имени своего предводителя, вторглись в Харасан и нанесли жестокое поражение Газневидам. Могущество Газневидского султаната пошло на убыль, и в конце XII века последний Газневидский султан был пленен войсками правителя страны Гур, нового государственного образования в Афганистане. Таким образом, для Центральной Азии рассматриваемый период X и начало XIII веков был временем нового взлета экономики и культуры, наступившего после драматических событий, связанных с арабским завоеванием. Важно отметить, что в этот же период завершился в основном процесс образования самого крупного в регионе этноса – тюрка-язычного узбекского народа. Евреи Центральной Азии жили в окружении узбеков, точно так же, как и таджиков, в течение многих столетий и обогатили их собственную культуру многим из того, что сегодня является культурой узбекского народа в широком понимании. В ходе дальнейшего раскрытия темы попытаемся проанализировать конкретные примеры частичной ассимиляции наших далеких предков в новой этнокультурной среде, сложившейся в Центрально-Азиатском регионе после исламизации его населения. КОНЕЦ Об исторической этнической территории бухарских евреев Появлению каждого нового этноса предшествует исторически длительный процесс сложных эволюционных модификаций. Напомним в этой связи слова Гумилёва о том, что категория этнос – чрезвычайно сложное понятие, и обнаружить его место можно среди смежных наук – истории, географии и биологии. Само же формирование этноса, подчеркивал ученый, процесс настолько медленный, что он фиксируется не визуально, а ретроспективно путем применения истории, подобно тому, как горообразование и еще более медленный процесс фиксируется в геологии. Нам важно при этом подчеркнуть, что процесс образования бухарско-еврейского субэтноса протекал, как и всякого другого народа, в рамках вполне определенного этногеографического пространства, которое в литературе именуется исторической этнической территорией. Вот почему мы попытаемся по возможности более точно очертить конкретные географические границы еврейского присутствия в Центральной Азии путем анализа многократных миграционных процессов установим параметры этнических процессов, приведших к образованию самобытной бухарско-еврейской этно-лингвистической общины – субэтноса. По словам афганских исследователей иудейского происхождения Браха-Яневи и Захара-Ханегби, это поможет найти ключ к более глубокому пониманию исторических корней еврейской общины в Центральной Азии, а также лучше осознать ее уникальность. Информация об очагах еврейской жизни в Центральной Азии ранее исламского периода, накопленная с конца XIX века, усилиями по меньшей мере четырех поколений исследователей из разных стран, позволяет очертить географические контуры еврейского присутствия на огромных пространствах региона. Сразу же напомним, что подавляющая часть Центрально-Азиатских иудейских общин была первоначально расселена в Сисаксании, то есть в Харасане. КОНЕЦ Харасан в истории бухарских евреев Еврейская история отмечается в энциклопедии «Иудайка», имея длинную цепь ассоциаций с Харасаном. На современной политической карте мира Харасан значится как северо-восточная провинция Ирана. Однако в средние века границы этой области были значительно шире, и она часто упоминалась в разных контекстах на страницах литературных источников на арабском, персо-таджикском и тюркском, чагатайском языках. Например, ученые Таджикистана считают, что именно в Великом Харасане, Хуросане и Бузург, происходили первые процессы образования таджикского народа и формирование современного языка таджиков – фарси и дари, на основе которого, как упоминалось, сформировался язык бухарских евреев – бухари. Здесь же в Великом Харасане произошло возрождение великой персо-таджикской литературы, постисламского периода, в традиционных рамках которой блестящего развития достигла классическая поэзия на еврейско-персидском языке. Вместе с тем средневековый Харасан был местом, где собирались оппозиционные ортодоксальному исламу религиозно-политические силы и возникали разного плана социальные и идейно-религиозные брожения. Нередко в них вовлекались и представители местных еврейских общин. Именно так образовалось мессианское движение, во главе которого встал еврей Абу Иса – Ицхак бен Яков ал Исфахани. В этот же период на историческую сцену вышел богослов и поэт Хиви Хабалхи – первый еврей из Центральной Азии, получивший международную известность. А теперь определим границы и выявим особенности развития Харасана. Топоним Харасан, точнее Хварасан, в переводе со среднеперсидского означает «восход солнца». Первое документальное упоминание о нем относится к III веку, к периоду правления сосанидов. После арабского завоевания с середины VII века этот термин, но уже в значении «восточные земли» широко употребляется в средневековой мусульманской литературе. Им арабы обозначали обширные территории, покоренные ими персидской империи к востоку от Дештикивир. В современных границах это области северо-восточного Ирана, северного и северо-западного Афганистана, южной и юго-западной Туркмении, а также левобережных частей Узбекистана и Таджикистана. Важнейшими городами Харасана были Гурганш, Мерв, Мешхет, Сабзавар, Мишапур, Герат, Газни. Согласно свидетельству средневекового историка Ат-Табари, Балх и Хорезм обозначали крайние пределы Харасана. Управление заамударинскими Трансаксания, Маверанахр, Территориями халифата осуществлялась наместником, Местопребыванием которого в разное время были Мерв, Газни или Нишапур. С образованием на развальных халифата Центрально-Азиатский государств Харасан Входил последовательно в состав уже известных нам государственных образований Самонидов, Газневидов и Хорезмшахов. Позднее, со второй половины XIII века, когда после опустошительных походов Чингисхана в регионе вновь стали возникать государства с местными династиями во главе, Харасан, как мы видим, входил в состав империи Великого Тимура и Тимуридов, а с XVI века частями в государство Шейбанидов, затем в Бухарский Эмират, в Хивинское ханство. На протяжении многих веков Харасан считался одним из самых развитых в социально-экономическом и культурном отношениях регионов на всем Ближнем и Среднем Востоке. Здесь добывались золото, серебро, медная и железная руда, свинец, мышьяк, мрамор, малахит. Многие продукты сельского хозяйства вывозились в соседние области. Особую славу Харасану принесли шелк сырец и высококачественные ткани, в изготовлении которых принимали заметное участие местные евреи. Демографическая и религиозная ситуация в Харасане после арабского завоевания серьезно изменилась. В рассматриваемый период среди мусульман иранского и тюркского происхождения жили зороастрийцы и восточные христиане-нестариане. Значительно возросла численность арабов, переселенных сюда из Басры, юго-запад современного Ирака. Они продолжали жить племенами, придерживались прежних традиций. Арабское присутствие было настолько заметным, что Харасан в некоторых источниках называли Второй Аравией. В равинистических и караимских источниках эпохи раннего Средневековья термином «земли Харасана» или «города Харасана» обозначалась территория места пребывания загадочно исчезнувших десяти израильских колен, плененных ассирийцами еще в VIII веке до н.э. Так упомянутый Саадия Гаон писал, что приводимые в Библии в связи с переселением израильтян царем ассирийским в Халаху и в Хабор при реке Газан, вторая книга царств, географические названия следует искать на землях и в городах Харасана. Такого же мнения придерживался еврейский поэт и философ из мусульманской Испании Маше ибн Эзра XI-XII века. Однако со временем некоторые города Харасана, например, Мерв, превратились в места ссылки или добровольного изгнания для иудеев из центральных областей Ирана, ставших неугодными своим правителем. В русле наших рассуждений интересно будет привести выдержку из книги Кузари еврейского поэта и философа мусульманской Испании и ехуды-халеви. Правда, стиль сочинения носит несколько аллегорический характер. Но при критическом анализе содержания можно извлечь из книги немало чрезвычайно любопытных сведений, проливающих свет на некоторые стороны общеисторической ситуации в областях Харасана, расположенных на восточном побережье Каспийского моря. Так, например, в начале второй главы повествуется о том, что царю страны Хазарии приснился вещий сон, в котором ему было многократно велено искать образ жизни, угодный Богу, и пойти для этого в горы Харасана. Повинуясь глазу свыше, говорится далее, царь вместе со своим визирем пошли в эти горы, которые находятся в пустыне, омываемой морем. После долгих поисков они нашли пещеру, где каждую субботу собирались евреи. Там-то царь и визирь приняли от них учения и были обрезаны. Затем, вернувшись в свою страну Хазарию, они всех остальных жителей ввели в веру евреев и благодаря своей силе завоевали многие земли. Содержание приведенного отрывка призвано по замыслу автора объяснить реальные исторические события того периода, когда Хазария, населенная преимущественно язычниками тюркских кочевых племен, после принятия иудаизма в качестве государственной религии превратилась в могущественный Хазарский Каганат 8-10 века. Нам, однако, данный фрагмент интересен с другой точки зрения. Внимательное изучение описанной и ехуды-халеви географической местности не оставляет никаких сомнений о том, что под горами Харасанскими подразумевается Туркмена-Харасанский горный массив, окаемляющий северную окраину Иранского Нагорья, омываемого с северокаспийским морем. Пещера же, где, по словам автора, собирались по субботам евреи, это, вероятнее всего, известная уже в те времена Бахарденская пещера, расположенная в отрогах Капедагского хребта, северная часть Туркмена-Харасанского горного массива. Поразительно, насколько велики были этногеографические познания короля поэтов и ехуды-халеви, почти безвыездно проживавшего всю жизнь в далекой от Центральной Азии мусульманской Испании XI-XII веков. Исламские средневековые источники также отмечают многочисленные факты еврейского присутствия в Харасане. Например, арабский географ Ал Максиди, посетивший в 985 году эти места, писал «В Харасане проживает много евреев и очень мало христиан». Еврейские поселения к тому времени раскинулись уже на громадных пространствах от побережья Каспийского моря до Газни и Кабула включительно. Основные центры еврейского расселения Познакомимся подробнее с наиболее крупными очагами еврейской жизни в Центральной Азии ранней исламской эпохи. Мерв Начнем с Мервской иудейской общины, как одной из наиболее древних в регионе. Первые еврейские поселения здесь, в долине реки Мургаб, появились, как мы уже знаем, по меньшей мере за 500-600 лет до арабского завоевания. Община процветала и в новый исторический период. В качестве подтверждения приведем выдержки с сочинения упомянутого «Мухаммада Ат-Табари» «Тарих ар-Расул ва ал-Мулук» «История пророков и царей». В одной из глав повествуется об энергичной деятельности Насра ибн Саяра, известного арабского военачальника, в то время наместника провинции Харасан, административным центром которой был Мерв. Саяра назначил на эту должность, наделив чрезвычайными полномочиями халиф Амар II. Задачей нового наместника стало наведение порядка в провинции, население которой возмущалось непомерно высокими налогами. Были случаи, когда в знак протеста против налогового гнета некоторые из местных жителей даже отказывались от ислама. Прибыв в Мерв, Насра ибн Саяр выступил с большой речью в главной пятничной мечети города, и его слушала огромная толпа. Наместник изложил принципы налоговой политики в исламском государстве и всю вину за усиление налогового бремени возложил на лидеров местных немусульманских общин – зораастрийцев, иудеев и христиан, которые часть причитающихся с них налогов каким-то путем сумели переложить на плечи мусульман. Из текста речи мы узнаем, что во главе Мервской общины в тот период стоял некий Акива, который, цитирую ибн Саяра, был «евреем и любимцем всех членов иудейской общины». Лидеры Мервских евреев несли персональную ответственность не только за своевременную уплату государственных налогов, но и за организацию традиционных пожертвований членов своей общины в пользу эксиларха. Религиозные авторитеты из ведущих центров восточного еврейства время от времени навещали соплеменников из Мерва. По свидетельству исламского историка Абул Фазл Бихаки, 1996-1077 годы, один из известных еврейских религиозных деятелей тогдашней Палестины Эзера Хасафер прибыл в Мерв со специальной миссией и некоторое время жил там. Как признанный законоучитель, он приложил немало усилий, чтобы упорядочить религиозную жизнь. Имеются также и достоверные сведения о том, что им была построена в городе новая синагога. Балх Балх – самый древний очаг иудейской жизни в Центральной Азии был расположен к востоку от Мерва на расстоянии 10-12 дней караванного пути 300-400 километров, почти на одной с ним широте. Через Балх проходили важнейшие пути караванной торговли, соединявшие Средиземноморья с Индией и Китаем. В раннеисламскую эпоху он стал одним из крупнейших городов Центральной Азии. Арабы называли Балх «матерью городов» за древность его происхождения. Специалисты отмечают, что едва ли найдется другой такой же город в восточном халифате, как Балх, который так тесно ассоциировался бы с евреями и еврейскими традициями, и которому в этом плане было бы уделено столь огромное внимание в исламских и иранских источниках. Современники считали этот город легендарным, потому что один из еврейских пророков, имя точно не установлено, именно здесь участвовал в религиозно-философских диспутах с Зараастром, основателем одноименного религиозного учения. Город изначально был предназначен для расселения здесь иудейских пленников Новохудоносора II. Однако наиболее впечатляющим свидетельством того, что в Балхе задолго до арабского завоевания существовали довольно значительные еврейские поселения, являются исторически сложившиеся географические названия – топонимы. Вот, к примеру, два таких названия, часто встречающиеся в сочинениях средневековых арабских авторов. Истахри, Мукадаси, Якут, Баб-Ал-Яхут и Ал-Яхудия, Ал-Яхудаи, Ал-Кубра. Слово Яхут, Яхуди, производное от слова Иехуда, Иудея. Еще во времена Эстер и Мардыхая означало еврей. Таким образом, Баб-Ал-Яхуд в переводе с персидского звучало как «еврейские ворота», а Ал-Яхудия – «еврейская территория» или «еврейский город». Уже в IX веке Ал-Яхудия считался административным центром, где жили правители небольшой области Фарьяба. А в X веке этот город в исламских письменных источниках фигурирует даже в качестве столицы местного княжества Гузган, известного тем, что на его горной территории добывали золото, серебро и другие полезные ископаемые. Со временем, однако, название Ал-Яхудия было заменено более благозвучным для исламского слуха Ал-Маймени – «доброе предзнаменование». Балх был завоеван арабами в 707 году, то есть на 56 лет позже, чем мир. Но довольно скоро, уже на рубеже VIII и IX веков, исламская религия и культура стали и в Балхе господствующими, как и в соседних областях – Герат, Мерв и других. Однако местные евреи, так же, как и повсюду в Харасане, ислам не приняли. Но это обстоятельство, как ни странно, не помешало балхской еврейской общине значительно укрепить свои экономические позиции. В период правления султана-завоевателя Махмуда Газневи, например, евреи Балха, представляли собой весьма заметную общину, обладавшую, помимо всего прочего, значительными финансовыми возможностями. В этой связи интерес представляет следующее сообщение только что упомянутого историка Абула Фазла-Бейхаки. В Балхе существовал знаменитый царский сад, любимое детище и гордость султана Махмуда Газневи, и расходы на его содержание ложились на население в форме тяжелых дополнительных повинностей и налогов. Жители Балха, включая и его правителей, были недовольны таким положением дел, поскольку им приходилось каждый год распределять между собой уплату больших сумм ради этой печальной статьи расхода. Дошло до того, что султан во время очередного визита в Балх был остановлен на одной из улиц города толпой народа, принесшего жалбу на эту тяжелую повинность. Султан наказал всех мнимых и реальных виновников инцидента, однако спустя четыре месяца грозный повелитель издал приказ, согласно которому мусульмане Балха освобождались от обязанности содержать сад. Подчеркивалось, что эта обязанность была перенесена на евреев, причем было предписано не брать с них более 500 дирхемов. Отсюда следует любопытный вывод. Выплачиваемый отныне одними лишь евреями специальный налог призван был покрыть расходы по содержанию сада, тогда как прежде они покрывались из налогов, выплачиваемых всеми жителями Балха, включая элиту. Следовательно, местные евреи обладали достаточными финансовыми средствами, чтобы не разориться, выплачивая новые чрезвычайные поборы в дополнение к и без того высоким налогам, которые уже платили как неравноправные жители зимы. Последующие события действительно показали, что многолюдная иудейская колония в Балхе продолжала процветать, имея в своем кругу таких богатых людей, каким был, например, еврейский купец международного ранга Хия Рашид Ад-Дин-Ал-Хаким. Гуристан Среди многолюдных еврейских поселений к югу от Амударьи следует также отметить горную область, расположенную поблизости от Мерва и Балха, в верховьях рек Мургаб в Туркмении, Гирерут и Гельмент в Афганистане. Она занимала обширную территорию, простираясь на западе от Герата, родины известного узбекского поэта и мыслителя Алишера Наваи, до Кабула и Газни, включительно на востоке. В сочинениях средневековых исламских авторов эта область обозначалась топонимами «Гур» – Гуристан, то есть «горная страна». Вот как описывается географическое положение данного региона в сочинении арабского географа IX века Алму-Кадаси. Реки Мерва, Герата, Балха и Сиджистана с четырех сторон Гуристана стекают вниз и орошают указанные области. Население Гуристана состояло преимущественно из различных таджикских племен, часть которых проживала в горах, а другая – на равнинных землях. Последние стояли на несравненно более высокой ступени общественно-культурного развития. Во второй половине XII века наблюдается быстрое, хотя и кратковременное возвышение местной династии гуридов. Один из наиболее удачливых ее представителей Гияз-ад-Дин Мухаммад положил, как упоминалось, конец могущественной в то время Газневицкой державе, пленив ее последнего султана. В период расцвета в границы гурского государства входили южные области современных территорий Узбекистана и Таджикистана – Вахш, Шугнан, Вахан и другие, а также несколько городов и областей Индии – Пенджаб, Бенарес и другие. Столица Гуристана было вначале город Ферусхук, а затем Газни. В 1206 году войско Харизмшахов нанесли сокрушительное поражение гуристанцам, после чего их государственное образование, не просуществовав и 50 лет, навсегда исчезло. О появлении здесь первых еврейских поселений свидетельствует весьма яркое историческое предание. Оно приводится в книге исламского историка Сераджа Аддина Алджуз Джани «Табакати и Насери» сочинения по всеобщей истории, завершенные в 1260 году. Важно заметить, что автор родился и почти всю жизнь прожил в этой области, занимая высокие должности при дворе гурицких правителей. Поэтому он был хорошо знаком с местными историческими традициями, и его сообщение заслуживает особого внимания и доверия. Вот что он сообщает. Было это в период правления халифа Харуна Ар-Рашида 786-809 годы. Вожди двух местных племен Шансабани и Шасани в течение многих лет с переменным успехом боролись за единоличное лидерство в Гуристане. В конце концов, соперничающие группировки решили обратиться к верховному главе всех мусульман халифу. Вождь племени Шансабани Амир Банджибен Нахаран был в дружеских отношениях с одним еврейским купцом, который по торговым делам объездил много стран, был вхож в дома высокопоставленных арабов, хорошо знал их обычаи и манеры. Учитывая, что оба претендента на верховную власть в Гуристане родились и выросли в горной местности, в обществе, мало связанном с внешним миром, еврейский друг Амир Абанджи из племени Бани-Исраэль имя купца в тексте не упоминается, сообразил, что дело выиграет тот, кто усвоит правила придворного этикета и сумеет наладить хорошее отношение с ближайшим окружением халифа. Еврейский купец вызвался обучить друга всему этому, поставив, однако, условие. В случае, если Амир Абанджи сумеет добиться благосклонности халифа, он должен будет исполнить любую просьбу своего наставника. После приема во дворце халифа Амир Абанджи был назначен единовластным правителем Гуристана и, выполняя предварительное условие, разрешил евреям поселиться в своем родовом имении Хазар-Хашма Тысяча источников. Он также обещал новым подданным защиту и высокое покровительство не только свое, но и будущих наследников. Таким образом, евреи, по словам Джуз Джани, стали законными жителями страны Гур. Трудно установить, насколько реальные описанные здесь события. Нельзя также с полной уверенностью утверждать, что это предание возникло в самой еврейской среде, призванное в какой-то степени обосновать право иудеев на жительство в регионе. Можно, однако, допустить, что предание, напротив, родилось у афганских племен, пуштунов, в качестве комментария к их якобы древнеизраильскому происхождению. В любом случае, фактом остается то, что еврейское присутствие в Гуристане зафиксировано уже на начальном этапе установления здесь исламского господства, а может быть, и еще раньше. Притом оно было достаточно многолюдным, чему имеется весьма убедительное документальное подтверждение. Археологи нашли относительно много высеченных на камне надгробных надписей на еврейско-персидском языке, а именно он и является языком евреев средневековой восточной диаспоры, проживавших на территории современных Ирана, Афганистана, государств Центральной Азии и Юго-Восточного Закавказья. Самыми ранними памятниками письменного наследия иудеев Центральной Азии считаются несколько надгробных надписей, найденных в заброшенном и безлюдном ныне горном местечке Танг и Аззао, недалеко от Герата. Они датированы по селевкицкому календарю 1064 годом или 753-754 годы н.э. Первоначально современные ученые приняли их за памятники древней парфянской культуры. Только в середине 20 века английский ученый Хеннинг, осуществив критический перевод текстов и устранив несколько неясных мест, убедительно доказал, что названные тексты были написаны на еврейско-персидском языке квадратными буквами древнееврейского алфавита. Остальные надгробные надписи, а их более 50, обнаруженные на еврейских кладбищах Гуристана, датированы более поздними сроками от 1115 до 1215 годами. Тексты надписи содержат выражение типичное для иудейских эпитафий того периода, как, например, «Да будет место его в раю», «Да поможет ему Всевышний» и тому подобное с указанием имени, места жительства и даты смерти усопшего. Важно заметить, что часть этих эпитафий написана на арамейском и еврите, остальные на еврейско-персидском. Кабул и Газни По мере продвижения арабской экспансии на восток в сторону Индии, соответственно, расширялись и границы еврейского присутствия к югу от Амудрии до Кабула и Газни. Так уже во второй половине X века побывавший в этих краях арабский географ и путешественник Ибн Хаукаль отмечал, что в Рабаде Кабула живут кафиры и иудеи, в то время как правоверные мусульмане живут в Кухендизе, то есть в укрепленной части города. О наличии в Кабуле и его окрестностях еврейских поселений свидетельствуют также найденные и здесь надгробья с эпитафиями, высеченными еврейским квадратным письмом, подобное, обнаруженным в Герати, в Ферусхуке. К примеру, одно из них расшифрованное итальянским следователем Герардо Геоли, посвященному усопшему Шадану Бен Ицхаку и дотерпно 1461 годом Селевкидской эры, что соответствует 1149 году нашей эры. Несколько подробнее следует сказать о еврейском присутствии в Газни, столице могущественной в те времена империи Махмуда Газниви. Этот город, в свете дошедшей до нас информации, предстает одним из крупнейших еврейских центров Харасана. Уже в те далекие времена в еврейской литературе встречались многократные упоминания современников о Газни и его иудейских жителях. Дело в том, что в представлении большинства еврейских интеллектуалов мировой диаспоры эпохи Средневековья река Газни идентифицировалась с рекой Газан, где, согласно библейской традиции, были расселены 10 потерянных колен Израиля. Например, известный в те времена толкователь Библии Иехуда Бен Балам писал, «Река Газан, упоминаемая в Торе, есть та самая река, которая протекает через город Газни, являющаяся в наши дни столицей Харасана». Другой автор из мусульманской Испании, уже упоминавшийся, Маше Ибн Эзера, рассматривал Харасан не только как место, где проживали с глубокой древности 10 потерянных колен Израиля, но и как арену активной еврейской жизни современной ему эпохи. Вот в частности выдержка из его сообщения, датированного 1080 годом нашей эры. В Газни столицы Харасана проживает более 40 тысяч евреев, которые обложены соответствующими налогами и повинностями. Приблизительно по столько же евреев проживает в каждом другом городе Харасана. Харасана Харасана Господом Харасана Custom вин Д Cake Д М М Д Мы Субтитры создавал DimaTorzok